Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сами эксперты Все проекты разрабатываются здесь, в офисе Быстринского ГОКа, а курирует их группа по устойчивому развитию Дарья, здравствуйте Здравствуйте, Лера Вертикаль по управлению устойчивым развитием появилась в компанию Норникель в 2021 году В 2022 этим направлением плотно занялась и группа на Быстринском Тема актуальна не только в России, но и для всего мира, в том числе для азиатского рынка Крупные компании раскрывают экологические показатели, занимаются модернизацией производства, ведут отчетность Даша, я знаю, что на производстве очень много реализуется проектов, связанные с энергоэффективностью Это тоже есть же повестка? Да, все верно Все эти проекты относятся к стратегии в области изменения климата и экологии, разработанной до 2031 года Она включает в себя 6 основных направлений Воздух и вода, почва, биоразнообразие, хвостохранилище отходы и энергоэффективность Повышение энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов Все это напрямую влияет на наше будущее Быстринский ГОК ежегодно утверждает план по энергоэффективности производства Так, с начала запуска электроэнергию тут стали тратить на 20% меньше Доля потребления электроэнергии из возобновляемых источников – 34% Но самое важное – каждое улучшение – это не только экономия средств, но и вклад в экологию Снижение вредных выбросов Расхода ресурсов в целом На помощь приходят альтернативные источники энергии Но об этом чуть позже В рамках ESG-повестки, где в Центре бережное отношение к природе, работникам и обществу Есть план мероприятий по улучшению качества жизни самих сотрудников Мы находимся на насосной станции, где и происходит подача воды в общежитие Недавно здесь установили оборудование для ее дополнительной очистки А поподробнее об этом расскажет начальник участка Хаиров Павел Павел, доброе утро! Доброе утро, Валерия! Покажите, расскажите, как все устроено у вас Здравствуйте! Мы находимся на насосной станции хозяйственной питьевого водоснабжения вахтового поселка и прирельсовой базы Почему возникла такая идея поставить дополнительное оборудование? Для того, чтобы улучшить показатели воды, снизить жесткость, уменьшить содержание железа, солей Чтобы вода стала практически идеальной и буквально заряжала с утра энергией на свершение, она должна пройти Грубую фильтрацию очистится на фильтрах обезжелезования, микрофильтрацию и обессоливание на установке обратного осмоса После установки обратного осмоса вода проходит обеззараживание ультрафиолетовой лампой и поступает в накопительные емкости Откуда уже непосредственно и подается на потребителя очищенная, подготовленная вода Кстати, и на производстве к воде относятся бережно Уровень рециркуляции воды превысил 90% Однозначно, повторное ее использование только на пользу природе Умылись Теперь о важной части уюта в каждой комнате Отопление Комфортная температура – залог крепкого сна вахтовика А вот тепло в поселок Таежный подается именно отсюда Здесь находится центральный тепловой пункт Андрей Евгеньевич, здравствуйте Здравствуйте, Валерия Ну, расскажите, как у вас здесь все устроено Подается тепло от отопительной котельной, которая находится на площадке фабрики И от него распространяется тепло, распределяется по объектам вахтового поселка Но мы же понимаем, что тепло распространяется неравномерно Да и общежития, столовая, ФОК, КПП и ПОЖДПО стоят не на одном уровне А значит, например, 24 градуса в разных помещениях будет ощущаться по-разному Андрей Евгеньевич, ну здесь правда очень тепло Я правильно понимаю, что раньше тепло регулировалось здесь для всех помещений? Да, все верно, Валерия Здесь расположен, получается, клапан, который регулировал тепло на все объекты теплооснабжения вахтового поселка И это было неудобно? То есть везде температура разная, правильно? Да, это было неудобно и некорректно, потому что где-то холоднее, где-то теплее Соответственная энергоэффективность меньше, когда от одного источника на несколько объектов распространяется теплооснабжение Ради комфорта и разумного потребления энергии на каждом объекте установили систему погодозависимого регулирования Датчики, которые замеряют температуру, находятся внутри каждого общежития Снаружи на теневой стороне и на обратном трубопроводе Все данные попадают на контроллер и уже он в автоматическом режиме добавляет или сокращает тепло Чтобы в каждом помещении поддерживалась комфортная температура Вот, Валерия, собственно и система погодозависимого регулирования, которая у нас установлена на каждом общежитии вахтового поселка В начале отопительного сезона приходит человек, который устанавливает на контроллере параметры Которые должны для комфортного создания микроплимата быть и для лучшей энергоэффективности Когда температура понижается наружного воздуха, это у нас в Забайкале происходит в основном ночью, весной, осенью А днем температура наружного воздуха повышается за счет солнечной радиации Датчик температуры параметры присылает на контроллер По графику контроллер видит, что температура наружного воздуха, например, высокая или низкая Соответственно, дает импульс на клапан регулирующий И клапан регулирующий уже выставляет положение в зависимости от этих показателей Насколько повысилась энергоэффективность? Энергоэффективность при внедрении данных устройств увеличилась на 30% Получается, на 30% мы экономим тепло Соответственно, распределение тепла идет более корректно по каждому объекту Андрей Евгеньевич, вот строится новое общежитие, как там будет система отопления выстроена? На новых общежитиях изначально запроектировано уже погодозависимое регулирование Изначально проектным, поэтому общежития строятся уже с этой системой А теперь давайте своими глазами посмотрим на котельную, жар от которой расходится по всему ГОКу Николай, здравствуйте! Здравствуйте, Лера! Расскажите, где мы с вами доходимся? В настоящий момент мы находимся на отопительной котельной Отопительная котельная ГРК Быстринская По сути дела, это то самое сердце, сердце теплоснабжения, которое снабжает Быстринским ГОК тепловой энергией, горячим водоснабжением Отсюда все тепло, в принципе, у нас в настоящий момент и уходит Николай сам изулет Пришел на ГОК в 2017-м мастером котельной Когда она представляла собой металлические рамы, даже скелета не было Затем, когда запустилась, он стал заместителем начальника котельной И вот в этом году мужчина вырос до начальника целой службы В подчинении порядка ста человек Николай, расскажите, как менялась котельная за годы работы вашей здесь? Изначально использовался уголь тигнинского месторождения, уголь каменный Соответственно, в данном угле у нас содержалась высокая примесь породы Порода негативно сказывалась на процессе сжигания топлива У нас приходилось останавливать котел 2-3 раза в месяц на чистку Использовали уголь низкосортного по калорийности Это уголь Харановского месторождения, уже бурый уголь Данный уголь несет у нас меньшую узольность Это для экологии хорошо? Конечно, это здорово, мы уже на золоотвалы увозим и два камаза, грубо говоря, полтора Здорово! У вас так много растений в котельных, вот кто занимается этим делом? Мой руководитель, это Сергей Александрович Димов Изначально начал развивать всю флору-фаун на котельных, потому что он был начальником котельной Первоначально на данном объекте Ну и, соответственно, коллеги, работники все это дело поддерживают, потому что это, по сути дела, микроклимат Который они видят на рабочем месте, когда просто мимо проходят и смотрят простые стены Это одно настроение будет у человека, когда он уже видит в каких-то местах и цветочки растут, и розы, и олеандры у нас поднимаются У каждого человека начинает уже мировоззрение, и день начинается немного по-другому, и к работе он начинает относиться немного получше Вот мы начали размножать розочки, мы их отсекали, они давали корни, все, мы их рассадили Вот на второй этаж поднимемся, я вам покажу, да, мы уже еще очередная оранжерея И здесь розы прямо настоящие Ну, они, конечно, уже лето пережили, как бы уже осень глубокая Ну, если розы, в принципе, цветут на котельной, то, можно сказать, растения радуются, люди радуются, всем хорошо Работа идет только лучше и скоро А теперь к проектам будущего А на Быстринском перспективы исключительно зеленые Альтернативные источники энергии Вот что сейчас активно тестится и при хороших результатах планируется масштабировать Речь о солнечных коллекторах Монтаж происходит прямо на наших глазах Пилотная площадка стала производственная база Быстринского ГОКа, где раньше находилась база Восток Геологии Станция будет предварительно выдавать в районе 50 тысяч киловатт тепловой энергии Это как бы, ну, не сильно большая цифра Но по ней можно будет ориентироваться, насколько эффективный будет наш проект Да и грех не воспользоваться самым главным достоинством Забайкалья Ведь солнечных дней тут больше, чем в Сочи 280 против 200 Второй проект по альтернативной энергии – установка тепловых насосов Которые в перспективе тоже заменят дизельную котельную и сократят вредные выбросы в атмосферу Тепловой насос, по своей сути, тот же самый холодильник, который работает наоборот В данном случае мы хотим поставить воздушный, 21 киловатт его мощность При затрате 1 киловатта электроэнергии мы можем выработать 4 киловатта тепловой энергии Это при благоприятном климате и при температуре наружного воздуха в районе 25 градусов Как это будет происходить? Ну, соответственно, тепловой насос, он будет в себя вкачивать атмосферный воздух Его немножко охлаждать, у него забирать часть его тепла И это тепло он будет использовать на нагрев горячего водоснабжения нашей производственной базы О всех последних инновациях знает главный энергетик Быстринского ГОКа Степан Евгеньевич Овешников Здравствуйте Здравствуйте, Валерия Степан Евгеньевич, расскажите, реально ли на большом производстве пользоваться альтернативными источниками энергии И реализовывать программы по зеленой повестке? Да, конечно, большое производство, это просто непаханное поле для такого вида деятельности И очень много оборудования Мы заключили так называемый свободный двухсторонний договор с компанией Русгидро Которая в свою очередь производит электроэнергию на чистом источнике на гидроэлектростанции То есть не сжигает там уголь или дизельное топливо И мы покупаем зеленую электроэнергию для нужд Быстринского ГОКа Степан застал на Быстринском период запуска Пришел в должности начальника отдела по энергоэффективности Затем стал начальником службы теплоснабжения А после главным энергетиком Сильно ГОК изменился за это время? Какие программы, как часто вообще обновляется? Развитие энергетики, наверное, тоже застали за 6 лет Ну да, на самом деле ГОК построен был по последнему слову техники То есть все самое лучшее, самое энергоэффективное оборудование Как только запустился ГОК, все объекты энергетики претерпели изменения Ну изменения только в лучшую сторону Мы ежегодно на следующий год утверждаем программу по энергоэффективности Последние несколько лет реализуем программу по замене светильников На светодиодные, которые сделаны по энергосберегающим новым уже технологиям Светильников много Даже на фабрике за год не получается поменять все светильники Потому что очень много оборудования ИСГ-принципы для Быстринского – это не просто пункты для обязательного выполнения Это в целом нерушимые правила компании Ведь не только финансовым благополучием измеряется успех предприятия Бережное отношение к богатой земле К людям, которые на ней живут и которые вносят свой вклад в развитие металлургии Забайкалья Вот что останется в истории И если молодая быстро задаст в нашем крае тренд на экологически правильное ведение бизнеса Значит, будущее перспективно Будем надеяться Хороший пример заразителен Редактор субтитров А.Семкин